Хайпануть решили, ребятки? Всем привет! Сколько можно? Мы же не хайпуем никогда, вот наконец-то! Причем, смотрите, даже почти без опозданий! Ну, конечно, батл может уже и был 4 или 5 дней назад, не знаю, когда этот ролик выйдет, но все равно, по сравнению с хайп-кэмпом, очень быстро! Стараемся! Мы, конечно, не Николай Соболев, который запилил за день до батла и потом сразу после батла по видосу! Уровень! Молодец! Но как бы сначала наморосил, а потом сказал, ребята, вот то, что я там наговорил, это все хуйня! Меня не слушайте! Заметили, да, вообще, Коленька любит так вот наморосить, потом записать следующий видос, но зато 2 видоса, ребят! Так бы Коленька не моросил, но был бы всего 1 видос! 2 видоса по 2 миллиона, это в среднем чуть больше 4 миллионов просмотров, плюс там нормально все уходит! Ну, Коленька подумал, смотрите, либо я 2 видоса запиливаю, в котором марошу, а потом говорю, что я наморосил, либо запиливаю 1 видос, который не бей, не мер! Поэтому, ну, правильный выбор, Коленька, молодец! Кстати, ребят, еще одна из новостей, прежде чем мы приступим к Оксимирону и Дизастеру, Джова хотят привлечь за то, что он на Игромире фалоимитатором совращал малолеток! А точнее новость звучит, Джова хотят привлечь за то, что он фалоимитатором совращал малолетних! Ну, Лен, ну что ж вы такие названия-то даете? Вроде солидные издания, а написали так, как будто он малолетним детям этот фалоимитатор уже прям в одно место запихивал! Ну, что вы такое делаете? Под наркотиками! Под наркотиками, да! Да, там еще выявили какие-то, уже эксперты, по-моему, что Джов на каких-то видосах под запрещенными препаратами! С вами Джов, не выспавшийся и заплышенными глазами, видите, вообще как будто алкоголик, тунеядец и наркоман! И сегодня первый день Игромира! Ребят, смотрите, самое интересное, человек ни на каких банкиров видосы не снимал, сидит просто у себя на канале играет, а вот за совращение малолетних фалоимитатором и то, что он наркоман проклятущий, уже ему дело шьет! Сейчас статью пришьет, так что вы на усто мотайте, ребят, вот то, что я сижу, никого не трогаю, моя хата с крайней, ничего не знаю, она, ребят, по примеру Джова, ничего не гарантирует! Ну, вообще! Как мы тут раз сказали, отсутствие закона, ребят, не освобождает от ответственности! Ну, типа, я лисплеерщик, меня не трогайте, подожди, давай разберемся, о, да у тебя тут совращение малолетних фалоимитатором, да еще наркоманик! А еще наши специалисты посмотрели твои ролики, там есть 282, там есть бей, бей, 1, 4, 6 и клевета усматриваются тоже! И бей там всех на свете, бей малолетних фалоимитатором, развращай их, вот у тебя все это есть, понял, Джов? Так что ты приехал, братан! Вот-вот видишь, а? А то сидел, никого не трогай, я тетя Джов, я как бы тут стрим, у меня стрим, у меня видосик, у меня стрим, у меня видосик, я никого не трогаю, а сейчас и приедешь! Вот так, братан! Мы за что на Джова наехали? Мы не наехали, мы любя, мы вообще защитили! Это лента такие сообщения пишет! У нас про дизастера и Оксимирона видео, что сказать вам? Ой, вот так все! На самом деле мы, то что нужно сказать, прям то что нужно сказать, это мы скажем в обзорчике! А здесь мы сейчас подготовьте, подносите тазики к вашему монитору, мы сейчас будем водишу вам разливать! Если вы не в курсе, еще Эминем некое обращение сделал к Трампу! Мы это все в обзорчик, в обзорчик все это запихаем вот так вот, коротко вам положим, как вы любите, вот это разжевать, вот так вот положить и вот дать! Единственное, что хотелось бы, ребят, сказать почему, Оксимирон-то выиграл бесспорно, хотя бы потому он выиграл, что просто он после первого, уже к середине второго раунда дизастера полностью раздавил! Это читалось в глазах дизастера, в поддержке его публики, вообще, в принципе, во всем, что там происходило! Там как-то он растерялся человек! Они это делали все на американской площадке, но пришло много людей, которые поддержали Оксимирона и так поддержали, что в итоге там непонятно, чья площадка-то была! Читали только на английском, там и такое ощущение было-то, негры-то, ой, афроамериканцы не знали куда деваться! Вот этот ниггер, я вот, я еще смотрел трансляцию, как я переживал за этого ниггера! Леха, давай ниггера, давай афроамериканца! Два афроамериканца, ребят, вот два афроамериканца там стояли за дизастером, я думаю, хоть бы им не дали п***ть! Потому что сейчас их дизастер, что-нибудь не то ляпнет на нашего любимого Оксимирончика, и они же все там получат вместе с дизастером! Никто не будет разбираться, потому что, шутка ли, русская мафия, а этот слух до сих пор ходит, витает у людей в башках! Шутка ли, мэн, шутка ли, не говори! Слушайте! Там всех запугали, ребят, дизастер! Не стал дочитывать третий раунд, он там вот это, ебал твою маму, блядь, там, закрой ебало! Все, короче, вот это кое-как он на русском сказал! Матрешка! Матрешка! Вот связочки у него все пораспухли, что ли, он там уже осип весь, ничего говорить не может! Вот этого накала нету, смотрится как-то, вот я не знаю, как будто воробья ободрали всего, и да ладно, все, я больше ничего не буду говорить! Все, третий раунд слил нафиг! Это знаете, как в «Братья»! Жалко было, то есть там все, после второго раунда нагиб пошел окончательно! Да не после второго, в первом, он же был в первом про его страну, и то, что у него флаг в крови, это же было, по-моему, в первом раунде! Тут как в «Братья», в первой части, помните, если нет, он там с Мухомором сидел, общался и спрашивал, что ты мне говорил тут сильные, что в Питере все, это в Питере были, тут слабые все! Город это злая сила! Я думаю, вы помните этот диалог! Вот то же самое и здесь, вроде бы Оксимирончик такой приехал, с русскими болельщиками, и на самом деле ничего такого криминального не сказал! По сути, вот стандартная схема нашего обзорчика! Ребят, более чем уверен, что мы не мы эту схему придумали, когда панчи, какие-то полутелеги и в конце какая-нибудь серьезная телега, которая вообще отстранена от общего повествования и касается чего-то общего! Госстандартная схема! Он ее просто применил, и дизастр как-то обосрался! У меня вывод, ребят, что действительно слабые все! Если даже Оксимирончик, ничего такого особого не сказав, сумел их всех всрать! Так что они там стояли и думали, как бы нам сейчас тут не влетели бы мне по щам! Я хоть и ниггер, ниггер-то ниггер, но вот у меня цепочки, но я что-то сейчас, мне как влетит сейчас, а вот этой русской дубинкой никакой Лос-Анджелес не поможет! Оксимирон, конечно, молодец! Он один из единственных рэперов, который выступил на американской площадке и смог достаточно очень высокий класс показать на английском! Это огромный плюс для него, и в то же время, ребята, я не знаю, может быть большой минус, а может быть небольшой минус! Вот, например, тот же самый Эминем, он известен во всех странах! Даже, в принципе, не понимаешь, о чем поет Эминем, но достаточно его флоу, его посылы, его подачи, что, когда ты его слушаешь, ты понимаешь, человек задвигает какие-то, ну, такие достаточно серьезные энергетические, эмоциональные вещи! Поэтому вот хотелось бы, чтобы следующий шаг, возможно, российского, русского рэпа был тот уровень, когда не нужно будет ехать и баттлить с дизастром на английском языке, чтобы этот уровень поднять, чтобы таким образом уронить Запад! А когда именно российские рэперы именно смогут на российском, точнее, на русском языке доносить всю информацию до людей, и их начнут слушать за рубежом! И не обязательно то, что это будет не на английском языке! Подача будет настолько сильная, что всем вкатывать будет даже русский язык! Чтобы Оксимирону не приходилось ездить и баттлить на английском! А чтобы они, если хотят забаттлить с кем-то, учили русский! И вот это уже... И ехали сюда! Но, тем не менее, это сейчас скажут, что-то вы не дохреняли захотели, ребят! А я говорю то, что, в принципе, вот эти все дикие просмотры, они же неспроста, если продажность версуса убрать! Они связаны с тем, что все равно свое внимание общественность обращает! И общественность свое внимание обращает из-за рубежа! И то, что эта общественность из-за рубежа обращает свое внимание, нужно было, конечно, идти, не шквариться на эти СТСы! Хотя, какая нахер разница? А попытаться поднять все это дело! Да, ребят, за Гнойного обидно! И вам обидно, и нам обидно! Но у нас такое ощущение складывается! Понимаете, то, что хотелось бы возложить на Гнойного, поднятие культуры, настоящее поднятие культуры, не делается в одного! Это делается команда! А у него в команде, ну, вы сами знаете! А можно в шести предложения? Можно в семи с половиной! Хорошо! Искусство от неискусства отличается тем, что есть порог вхождения! Такое ощущение, ребят! Замайчик сказал, Гнойный, братишка, давай ты сходишь к Дудюму, давай ты сходишь на культуру, давай ты сходишь! Вы же помните эту фразу Гнойного из интервью или где? Если Хан Замай говорит извиниться, то я иду извиняться! Оно, в принципе, так и есть, потому что Гнойному пофигу такое ощущение, там, шкварится, не шкварится! Ну, такой, это, безусловно, образ, но он с ним как-то с каждым днём всё больше срастался, хотелось бы, чтобы больше срастался! И чтобы этот образ не терять, Замай должен был не шкварить его по всяким СТСам и прочим передачкам, а сказать, ты вот будешь Гнойный и вот такой вот Гнойный! Нахрена нам бабки прямо сейчас? Вы, ребятки, господин Замай с Гнойным, дёшево себя продаёте! Более-менее какой-то туннельчик что-то появился, свет в конце туннельчика, и всё, надо себя быстренько продавать! Твой хайп ничего не стоит! Вера, Вера, это кто? Потом это всё загнётся! И ладно, если Гнойному-то, как ты сказал, он весь такой ему по барабану, антихайп, все дела, зашкварюсь, мне вообще не нужно, вот гостеваем ДМАшка! Аудитория-то не нравится, за то, что они полюбили это Славку Гнойного! А аудитория-то делает такое, она, как и в прошлом нашем ролике, она направляет, и направляет всех, и блогеров, и рэперов, и певцов, и вообще всех! Ну, с Гнойным там ещё всё можно решить, единственное, что надо в башку Замая вбить, что хватит Гнойного ходить шкварить по всяким местам! А то всё, что сказал Оксимирон на том батле, оно всё сбывается, благодаря Замаящику, а ну это надо вообще! Вот такая вот культура, пока что! Хер ли поднимать эту культуру! Ходить и кричать об этом! Она сама поднимется, если, если будут такие люди, как Гнойный, и говорят, да мне паха! А если идёшь нахуй, то идёшь... Примешь вызов, идёшь нахуй, не примешь вызов, идёшь нахуй, если идёшь, то идёшь нахуй! А, всё! А в итоге мы видим, как там Киркоров сидит, Брежнева, и Славик прыгает! Раньше, чтобы донести своё творчество до людей, тебе нужно было иметь дело с продюсерами и прочими паразитами на телекультуре! Вот этот вызов Рикки Эфу от Гнойного и третий батл, третий раунд Гнойного в этом батле, хер знает сколько раз переслушал! Идёшь нахуй, не примешь вызов, идёшь нахуй, идёшь к мечте, пиздёшь нахуй, если идёшь, то идёшь нахуй! Это прям, это вообще огонь! Тебе жмёт корона, артист от микрофона нашёл, чем щеголять, если захуёвый рэп в стране начнут сажать, ты станешь прокурором и дашь себе пять! Без пяти сто сорок, Рикки Эф совершил ошибку, время на часах без пяти сто сорок, флоу, дружок, превратиться в тыкву, ты не можешь попадать, как в улевеликан, ты забыл, как стрелять, ствол били-милиган, ты такой же грамм, как чили-вили-пеликан, он и бедет, и дилетант, и я выше тебя летал, но фу-ка! Ну не сможет Оксимирон такого сделать, а, товарищ, сможет, если за мая за башку возьмётся и перестанет другана своего шкварить. Грубо говоря, ребят, знаете, ну совсем на философском языке, если рассуждать, у Гнойного больше шансов догадаться, что вообще происходит, чем у Оксимирончика. Потому что, знаете почему? Гнойному ничего никто не говорит, а он догадывается, а Оксимирону толдычат, сука, каждый день, и он думает, что он что-то понял, а нихрена в итоге не понимает. Разницу почувствовали? А если те люди придут и Гнойному расскажут то, что они Оксимирону рассказывают, так это вообще будет чёрт знает что, это будет человек-статуя, который сможет эту долбанную игру вывести на новый уровень. Я не знаю, понимаете, о чём я говорю, вы или нет, мне вообще... Но поверьте, но поверьте, Эминем в Америке охереет. Он сказал, о, о, несмотря на то, что я там Трампу вот такую юду показал, этот товарищ тоже может, а? И возможно, возможно, ну Эминем батлами давно не занимается. Да, блин, они в батле делают, в батлах ли делают, Оксимирон правильно сказал, в батле здесь дизастером, всё, музыку-то писать нужно и чувства свои народу вываливать, а не только батлицам. Одним словом, можно представить себе батл Гнойного с Эминем. Если Гнойного подраскачать, если Эминем со столицей и кони двинуть не успеет, ребят, так что Гнойному нужно поторопиться, потому что Эминем не вечный, а? За май. А Оксимирона с Эминем, я вообще представить себе не могу. Он и не рискнет с ним никогда батлить, потому что этого товарища, если он что-то как-то там залупится, что он ему на расскажет? Опять будет рассказывать, что он там много денег заработал, да? Вот это не прокатит. Вот это не прокатит. Что ты там какую-то культуру ты поднял? Эминем вышел вот так, вот он я, вот мои нигеры. Знаешь, что Трамп я тебе должен сказать? Либо я, либо ты, иди нахуй. Вот Оксимирон может себе такого позволить, ребят? Я очень сильно сомневаюсь. А Гнойный может, если у него будет команда. Продолжение следует...